от благодарных зрителей тут поступил дополнительный вопрос про преподавательский состав поскольку рафаус это все-таки international school то преподаватели предполагаются интернешену и англоязычные то есть на моем потоке на моем курсе не было ни одного преподавателя тайцы это были все люди не тайской национальности но так или иначе проживающие в таиланде публика категорически разношерстная то есть мою профессиональную специальность у меня преподавал американский японец ну или японский американец который по образованию industrial designer и который в таиланде кроме того что работает преподавателем занимается каким-то там мутным фрилансер на американских клиентов по части каких-то там детских игрушек или машинок или что-то в этом духе закон крете фло преподавал американский адвокат который пенсионер проживающий в таиланде очень клёвый чувак всякий бизнес дисциплины преподавал сингапурец китайского происхождения который много лет живет в таиланде в таиланде получал мастер-дегри овладеет английским японским китайским и тайскими языками а в общем такой вот азиатский чувак в теме с опытом работы в тайской фэшн-индустрии фэшн-бизнесе и всякий никчёмный project management и интернет-маркетинг преподавала довольно смешная женщина которая по специальности interior designer но поскольку она очень хотела приехать в таиланд и поскольку у нее был mba ей предложили преподавать вот это вот вот этому тату project management но поскольку она очень хотела приехать она ее и преподавала вот то есть публика вся преподавать а и куратор директор главный менеджер и это британец который уже тоже много лет живет в таиланде до этого жил в китае еще по моему в бирме но в общем покатался по азии по преподавал поработал тоже в общем-то в курсе вопроса нельзя сказать что все эти ребята это такие фанаты своего учительского дела преподавательского вот скорее это просто такие как говорилось в фильме с оттенком усталой обреченности то есть именно если это не part time teacher как например мой японский коллега американо-японский именно эта работа дает им визу поэтому ее нельзя выполнять плохо нельзя делать так чтобы студенты были недовольны студенты все равно недовольны они всегда недовольны с этим приходится смириться но и нельзя сказать что кто-то вот прям жопу рвал чтобы студентам донести какой-то вот excitement какая-то радость и удовлетворение от своей преподавательской деятельности в общем-то работа и работа без каких бы там вот дополнительных каких-то excitement of то есть все так расслаблено особенно менеджер-балитанец расслаблено спокойно без напряга по-моему единственный кто напрягался это был дедушка юрист но он и не титчер я так понимаю он надолго в рафлос не задержался потому что это было слишком стресс для него вести эти эти занятия но все остальные а энди это который менеджер он просто ушел в длительный отпуск все остальные продолжают работать и радоваться тайскому солнцу ну еще наверно вопрос кому-то посоветуешь ехать учиться в азию получать второе высшее образование это наверное кому и зачем это надо кому это это благо или зло или что если коротко ответить вопрос на этот вопрос то никому я не советую ехать в азию во всяком случае в таиланд уж тем более в рафлос а никому кто серьезно относится к своему образованию и тот кто ничего но тот кто хочет получить новую профессию вот я ехала в таиланд у меня уже в принципе была профессия я знал как работать как чё делать и у меня не возникало дихотомии что меня чему-то неправильно научат вот я ехала за дипломом но если вы едете за знаниями они за дипломом то азия это явно не для вас возможно традиционные азиатские институты которые преподают на языке оригинала ну то есть на тайском например возможно они чему-то и учат полезному как например вот я знаю нескольких тайских дизайнеров которые заканчивали тайские учебные заведения вот которые то есть получили какой-то классической архитектурной дизайнерской китайское образование это известные мировые имена возможно там где они учились там вы чему-то научитесь но это не рафлос интернешнл скул также можно понимать что любое профессиональное образование в азии это европейское или американское образование зачем вам ехать в азию за таким образованием если вы европеец когда вы прекрасно можете отучиться либо в своей родной стране либо в соседней стране а экзотика за который сюда едут и условная дешевизна это все несколько не так окажется на первый взгляд если вы учились в британской школе в юкей и подумали что level 6 вы за level 4 level 5 научились всему чему могли и действительно хотите расширить горизонты просто горизонты жизни туда почему нет чего не попробовать то есть вы будете тратить время там на что-то другое но не на знание на практику или там на жизненный опыт но если знание то это не сюда